Попасть на губернаторскую ёлку – мечта каждого школьника. Ведь это самый масштабный и грандиозный праздник, на котором ребят ожидает множество сюрпризов, подарки и новогодняя программа. В этом году на неё приглашены 3000 ребят. Это активисты, отличники, победители различных олимпиад и молодёжные лидеры со всех уголков Брестской области. Не забыли и о ребятах из многодетных семей, интернатов и домов семейного типа. Ведь ёлка проходит в рамках благотворительной акции «Наши дети». А, как известно, чужих детей не бывает. Уже много десятилетий существует эта добрая практика, когда мы поздравляем детей по определённым законам, по определённой душой, с большими подарками, с самыми лучшими пожеланиями. Мы посещаем учреждения образования, здравоохранения, где есть необходимость в первую очередь прийти к тем детям, которые сегодня нуждаются в таком новогоднем мечте, в счастье, чтобы они были здоровы в первую очередь, хорошо учились. Акция «Наши дети» ставит своей целью, конечно, подарить праздничное настроение в преддверии новогодних праздников, конечно, подарить новогодние подарки, которые эти дети точно заслужили своим старательным учебным трудом, своим поведением, своими творческими достижениями и достижениями в учёбе. Всего в Брестской области планируется задействовать в акции «Наши дети» свыше 220 тысяч учащихся. Каждому ребёнку будет подарен новогодний сюрприз, новогодний подарок от Деда Мороза. Ребят, собравшихся под сводом спорткомплекса «Виктория», ожидала в этот день фееричное новогоднее шоу. Удивительное по своим масштабам яркое представление погрузило присутствующих волшебную сказку. Это лучший подарок за успехи в учёбе, спортивные и творческие достижения для школьников, а также хороший стимул на будущее. Я вообще очень счастлив, что меня пригласили сюда, так как мои сослуги, я понял, что мои сослуги правда ценятся, и то, что я приезжаю, работаю не зря над собой. Меня сегодня сюда пригласили, потому что я участвовал в КВН, участвовал в работе над лишайниками, за которые получил места, и активничал в конкурсах школы. Замечательный праздник, то, что губернатор сделал для нас такой замечательный подарок, и я в целом очень рад. Я сюда попала благодаря своим достижениям, то, что стараюсь хорошо учиться и участвую в жизни школы и в разных олимпиадах. Например, я в прошлом году участвовала в Олимпиаде по ЗОЖу и заняла первое место в районе. Талантливые актёры подготовили для юных гостей потрясающую сказку, в центре которой поучительная история о дружбе, верности, преданности и о том, что для достижения цели важно потрудиться. Представление было наполнено музыкальными номерами в исполнении любимых творческих коллективов. Представление необычно тем, что задействовано большое количество коллективов, причём это только детские коллективы, играют дети, старшие подростки. Это коллективы и города Бреста, и «Чёрный лотос», и «Виктори», коллективы областного центра молодёжного творчества, «Престиж», «Крыничка», театр-студия «Раёк», театр «Сторис». Работает образцовая эстрадная студия «Тарарам», поёт песни. И задействован даже детский образцовый цирк из Кобрина. Я играю главную героиню Соню. Это маленькая девочка восьмилетняя, которая верит в чудеса, как и должно было быть, которая пишет письма Деду Морозу и попадает в сказку. Особенно приятно видеть детей в этом зале, потому что это самые благодарные зрители, которые всегда будут поддерживать, хлопать, которым всё понравится, которые верят в чудеса, сказку. В этот день пространство спорткомплекса наполнилось музыкой, улыбками и весельем. Накануне Нового года и Рождества каждый из ребят стал частичкой доброй волшебной сказки и сохранит её в своём сердце до следующей зимы. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктово». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова